всем привет ну что начнем вторую часть обзора по чангану cs-35 плюс ну и начнем так как на машине стоит сигнализация пандора так заходим в приложении нажимаем кнопочку запуска и все машина стоит соседнем дворе пока у нас тут снег чистят пошли к машине вот и наш беляш так короче вот такая вот кнопочка которая открывает заведенную машину сейчас мы секунду чемоданчик так и где-то у нас тут должен так значит после автозапуска машина сама глохнет вот теперь заводим машинку и сейчас поедем на мойку с нами поедет еще volkswagen tiguan ну и там уже потом сделаем небольшое сравнение машин пока машинка грязно еще 3 зеркала вот сколько катаюсь вот в такую грязь как бы зеркала не закидывает стекла стекла тоже относительно передние не забрасывает то есть они чистые более-менее вот стекла чистенькие зеркала вон наш второй подопытный volkswagen tiguan 19-го года кстати по поводу смотрите на заведенную машину машину как поставить на сигнализацию ну чтобы она не заглохла вот опять же вот эта кожаная кнопочка и все машинка закрыта по-другому этого не сделать ну и точно так же она открывается где-то тут вот и все тигуан 19-го года купленный в двадцатом ты же в двадцатом купил или нет в октябре 19-го да смотрите черная полоса от резинки и вот такая вот гадость остается пороги не должны так вот тоже грязь собирается и угол постоянно грязный теперь передняя дверь ну вот тоже попадает грязь вот она также дверь грязная так ну по салону потом пройдемся вот под капотом полгода машине также все забрасывает также грязь разводится здесь вот над фарами есть резинки ну и здесь вот такой вот кожух но не резиновый ничего багажник полка с висюльками такая вот так вот показать лучше ну что багажник но поменьше поменьше у него здесь еще у тебя там органайзер да как ровный пол типа понятно короче съели багажник кусок а Проверим. Натопчем. У тебя сильно близко, да, заднее сидение? У тебя же память? Нет? Нет, нет. Ну место тоже до хрена. А что, столик не откидывается? Снизу. О, еще? Он регулируется, там это надо. Нет, вот здесь это самое. Здесь ручка. А. Ну нам так не жить, конечно, чё. Не, место прилично, но свет слабый, если честно. Салазки тоже. Задние сидушки двигаются. Ага. А, ну за счет этого багажник тогда увеличивается. Да, да. Так прикольно. И самое главное. Так, на секундочку. Здесь есть того, что не хватает у нас. Видно, не видно. Это поколотник. Подлокотник. Конечно, его не хватает. Так. Посмотрим, чё спереди. Ой. Механика. Сиденья. Ой. Да, ну ты поближе, чем я сидишь-то. Механика. Механика. А, вот она. Вот она кнопочка. Не надо. А, ты не зовут? Нет. О. Такая панель. Прикольно. Ну, мультимедиа тут тоже с крутилками. Климат-контроль с крутилками. Электронный ручник. А у тебя полный привод, да? Угу. Так. Постоянный полный. Постоянный полный. Вот так вот панелька. Мультируль. Тоже всё-всё-всё. Печкано. Руль также обрезанный. Это чё? Свет? Понятно. Так, здесь свет. Пироглонас. Очки есть? Очков нету. Зато пустота большая. Есть. Зато датчик света есть, да? Да всё есть. И датчик дождя. Короче, в чём-то плюсы, в чём-то минусы. Сразу видно, кто вирусов боится. Так. Посмотрим, что здесь. Ящики есть. Где? В сидушечках. Спереди? Да, у меня и здесь. Да? А, ну да, о, прикольно. Такой вот ящичек. Открывается. Кстати, да, удобно что-то хранить. Здесь есть. Так, как бы. Сделать. О, вот оно. Сеточка. Ну и бардачок. Ну такой. Ну высоко как-то. Если сесть и открыть. Он как раз на конеле. На колени. На конеле. Да. Нет, так-то. Ну пластик такой. Вот есть. Где? Здесь. А, вон оно. О, даже есть. Еще и типа кондиционирования, да? Да, охлаждающий. Угу. Ну, такая. Панель такая. Короче. Китайская. Пока хозяин не слышит. Одна сторона готова. Сейчас уже доклеим. И я загоню. Мы чанганчик. Ну вот, теперь будем заниматься грязнушкой. Так. Короче, косяки, которые еще обнаружились, не только у меня. Это вот здесь вот, под резинку, попадает грязь эта в двери. Теперь. Передняя дверь не так. При том, что, смотрите, здесь углы чистые. Здесь чисто. Здесь чисто. Ну, не немец же, поэтому и чисто. Здесь. Чисто. Вот пошло. Вот немножко. Пороги чистые. И вот здесь. Короче, вот сюда вот. В это место. Локеры. Только я не пойму. Почему их изначально не поставить, а потом за два с половиной рубля покупать эти локеры. Чтоб грязь сюда не летела. Устанавливаются. Устанавливается. Все. Вы. В. ну что помылись выехали и у нас все как всегда дождик уже грязные выехали помылись дождь чем вот так это все смотрится если вы захотите более подробней пишите в комментариях и мы обязательно снимем более подробный ролик про эти два автомобиля но тут морда конечно без сомнений по высоте но там и тут хватает своих плюшек которые но и цена конечно соответственно разная на автомобиле ну и теперь еще смотрите мы проехали одинаковое расстояние до стоят брызговики а теперь без брызговиков короче брызговики обязательно надо ставить потому что закидывает грязь очень сильно вот такая вот здесь почищена та сторона вообще и закидывает вон аж до самой задней двери вот заехали на второй обзор продолжение темы вы видели какая грязь была на фольксвагене здесь пока все чисто вот эти места грязь тоже особо не забрасывает но здесь немножко есть в общем я думаю резинку приклеить цена вопроса 200 рублей не проблема так по мелочам то что показывал вот уже сделал приклеил мягенькую такую штучку чтобы не царапало делайте это сразу вот уже есть царапинки сразу же поменять номерные рамки пока мы здесь поставим черный мат спереди сейчас обойдем машину сзади вот тоже ну квадратные номера вообще не светят здесь будем ставить обычные так ну по маслу вопросов я думаю уже не будет все замечательно все сухо номерные рамки поставили от пластиковых избавились и тут снизу два крепления вкрутили вот такие вот блестяшки в общем смотрится поприятней переходим к самому интересному включаем зажигание так включилась у нас магнитола и теперь втыкаем флешку новой прошивкой так вот выбираем так так и нажимаем апгрейд и теперь ждем установки устанавливается достаточно быстро главное не выключать зажигание вот система перезагружается так включилась так настройки система language русский теперь поиск часовой должен появиться наконец-то у нас идет сколько не плюс два так а вообще настройка ладно с временем разберемся теперь меня больше всего интересует вот это вот персонализация теперь включаем где-то тут была флешечка с нейтральной музыкой которую youtube в бан не запустит так теперь возвращаемся домой находим настройки наверно завести ее надо да заходим вот сюда вот сюда light effect функцию включить нажмите кнопку разблокировки итак разобрались мы вот с этой функцией теперь выходим из машины закрываем нажимаем кнопочку разблокировать вот так вот опускаются все стекла и начинает она светится вся вот так вот вот так вот так подключился через интернет через точку доступа часы сразу же настроились и по новой прошивке вообще все великолепно и замечательно далее по магнитоле мы можем зайти вот так файлы выбираем usb выбираем допустим вот эту песенку вот так вот и делаем ее копировать теперь мы выбираем память магнитола и ставим вставить теперь можно спокойно убрать флешку выходим заходим в музыку через устройство и вот пожалуйста музыка играет и так можно перетащить любые песни чтобы без флешки без всего слушать музыку теперь заходим вот сюда в человечка нажимаем user и меняем имя ставим виктор сохранить теперь счастливого пути пути отличного пробел что-то не ставится но разберемся с этим моментом так не будем мы сохранять это все дело вернемся назад так это user 2 user 3 так теперь в настройках также можно изменить по дисплею эквалайзер интернет bluetooth персонализация так тема вот мы поставим спортивную обои можно также выбрать какие-нибудь уберем что то вот такое приложение сейчас все это дело установится теперь возвращаемся домой и вот так это выглядит так mercedes glk 280 первый запуск мотора с этого с чего он там контрактный мотор свой мотор был утопленник почти гидроудар ну давай пробуй вот ручит из-за того что штаны еще не прикрученные но зато уже так вернемся чангану после mercedes сейчас все это вытащим остатки и посмотрим что у нас по шумоизоляции стоит докатка и у нее вот так вот написано максимальная скорость 80 километров в час на ней полностью не буду уже вытаскивает тут наклепках ну чё как обычно стандартно на многих машинах это так то хотя как говорится вскрытие покажет ну никакой шумоизоляции по сути нету это так одно название поэтому я думаю что будет делаться ну и видел конечно же вам будет показываться так по ближе вот такое вот колесико велосипедная мотоциклов колеса больше ну что посмотрим теперь вернемся поближе к ходовке и рассмотрим ее поподробнее так ну что вот задняя что-то пружина такая слабоватая какая-то да детская начнем замера ступицы очень много вопросов по подбору дисков и так посадочное место у нас толщина диска заднего 0 9 а передней 2 и 6 до типа вентилируем красить надо вот смотри видишь здесь надо крах ржавчину и сразу суппорта надо красить что-то в такой приятный цвет покрасить так что идем вниз пошли вниз до кузов только мобилики все прокрашивать его барьером потому что так ну да тут вот то что ржавчинки все это дело пошла да то что сейчас секунду вот оно то что герметиком не до мазали все это дело и нету защитные гофры блестящие которые как она жара твой отводящие что тоже желательно было бы поставить так бак пластиковый металлический металлический вот он фильтр топливный на первом а на нулевом того меняется он и масляный фильтр с маслом так электропривод колодок как они меняются через диагностику колодки упружены правда какие-то детские надолго ли их хватит и вот здесь тоже он смотри в бампере как постоянно грязь и фонарь ведь смотри уже ничего не закрыть было там такая же грязюха на свекло чистить ну да зато выхлопная чистая зато здесь смотри вот здесь поставили ну чё не могли туда и не тоже надо короче где-то брать ее и самому прикручить хотя места видать вот они есть под нее там вот и говорил шаровая да заваренная еще она будет меняться потом с рычагом или как ну-ка дай-ка обойду туда посмотрю хотя до обваренная он ну как обычно наверно обрезается потом уже нормально ставится аналог какой-нибудь и опять варим конечно наконечники но дядька вовка говорит что тут смотреть машина новая ездить и радуйтесь пока время покажет короче шумку арок надо делать обязательно днища мавилить надо обязательно шумоизоляцию автомобиля желательно делать круче ну что выражаем огромную благодарность и стал кармен на предоставленное место для съемок и потраченное на нас время а мы едем дальше после прошивки магнитолы обновления камера не тупит хотя в комментариях многие писали что всяких форумах что тупит нет все идеально хорошо работает никаких глюков на магнитоле нету время настроилась и нормально теперь вообще замечательно все если кому нужна будет прошивка вы можете написать на электронную почту прошивку я вам скину либо где-то в соцсетях написать свой адрес электронной почты я скину вам прошивку кому будет интересно ну что этот обзор будем подводить к концу то что было с volkswagen это было в шутку если конечно вы пожелаете что-то подробное устроим подробно так шуточный обзорчик сравнение даже не сравнение просто выезд помыть машинку но мы прощаемся с вами всем отличного настроения всего самого наилучшего ставьте лайки подписывайтесь ну и в дальнейшем я думаю уже будем снимать доработки по машине до конца до конца до конца до конца Продолжение следует...